На оперативном совещании в администрации муниципалитета рассмотрен целый ряд вопросов местной жизни. Первый из них об итогах призыва граждан, проживающих на территории городского округа, на срочную службу в армию. План по призыву выполнен на 101%. Были утверждены составы основной и резервной военно-врачебных комиссий городского округа Щелково при проведении призыва на военную службу осенью 2019 года. Организовано оповещение призывников, подлежащих призыву на военную службу, о явке на призывную комиссию. Второй вопрос, который обсуждался на совещании, о готовности предприятий и организаций городского округа Щелково к празднованию Дня Защитника Отечества. В соответствии с программой, подготовленной Комитетом по культуре и туризму администрации, в период с 18 по 23 февраля пройдет более 20 мероприятий. Среди них наиболее масштабные праздничный концерт в Центральном дворце культуры 20 февраля в 17.00, торжественный митинг у мемориала отдавшим жизнь до нашу советскую родину 22 февраля в 10 утра с последующей концертной развлекательной программой, включающей также спортивные состязания. 20 февраля в отделе истории авиации Щелковского историко-краеведческого музея, расположенного во дворце культуры имени Валерия Павловича Чикалова, пройдет встреча с героем Российской Федерации Андроновым Анатолием Васильевичем. Также концертные программы состоятся в домах культуры Душенова, Медвежьих озер, Гребнева, Огуднева, Фрянова, Загорянского, Богослова, Мишнева, Трубино и Литвинова. В Доме офицеров Монина 22 февраля пройдет офицерский бал. Также на совещании были рассмотрены вопросы о ходе проектирования и строительства объектов дошкольного образования и о вводе земель в сельскохозяйственный оборот в 2019 году и о планах на 2020 год. По итогам их рассмотрения и обсуждения глава городского округа Сергей Горелов дал поручение профильным отделам администрации. Так, не позднее 1 марта необходимо вслед за цифровыми показателями представить на его утверждение конкретный перечень земельных площадей, которые в течение года в определенные сроки поэтапно и поквартально должны будут введены в сельхозоборот. Кроме того, глава муниципалитета потребовал вывести на дороге всю имеющуюся снегоуборочную технику, чтобы в кратчайшие сроки справиться с последствиями снегопада. Также на совещании, помимо принятия решений по деловым вопросам местной жизни, состоялось награждение целого ряда работников муниципалитета грамотами, благодарственными письмами и памятными медалями. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.